Несколько десятков лет потребовалось, чтобы это изобретение появилось в каждом доме. Вокруг него собираются все семьей. Бой курантов или вечерний выпуск новостей. Все это вместе с телевизором. Сегодня, 21 ноября, вместе со всем миром, РТВ Иванова отмечает Международный День Телевидения. Традиция зародилась в 1996 году. Соответствующее решение приняли на Генассамблее ООН. За 20 с лишним лет телевидение сильно изменилось. Цифровое вещание вытесняет аналоговое. Сотни, если не тысячи раз, увеличилось количество каналов. В одном Иванове вещают три телекомпании. Мы стараемся как можно оперативнее сообщить новости, показать наиболее полную информационную картину дня. Чтобы работать лучше, наша съемочная группа поинтересовалась у горожан, чего они хотят от современного ТВ. Может быть побольше каких-нибудь таких интеллектуальных программ для молодежи, чтобы более эрудированными они стали. Хороших новостей, а то, что какие-то ужасы показывают, чтобы веселенького. Единственное, что мне нравится, что очень много негатива, какой-то позитив, что-нибудь плюсовое, чтобы порадоваться. Мне кажется, освещается все в полном объеме. Меня вполне устраивает. Работать на телевидении, конечно, может не каждый. Целый список профессиональных навыков. Главное из них, пожалуй, коммуникабельность, грамотность, желание помогать людям. Отделять зерна от плевел, слухи от фактов. Этому учат на кафедре журналистики, рекламы и связи с общественностью ИВГУ. Четвертый этаж главного корпуса «Альмаматор» для многих ивановских региональных журналистов. В день телевидения мы решили узнать, какие перспективы видят профессионалы, которые готовят молодые кадры для голубого экрана. Интернет вытесняет вечерний досуг у телевизора. В последние годы новости ПТВ все чаще упрекают в предвзятости. Теоретики журналистики полагают, что критика лишь подстегивает к совершенствованию. Есть субъективный взгляд камеры, есть фрагментация, есть кадрирование, есть субъективная точка зрения, есть в конце концов комментарии, которые всегда субъективно окрашены. В этой аудитории студенты-журналисты осваивают навыки работы с телеаппаратурой – видеокамеры, диктофоны, микрофоны. Старший преподаватель кафедры Евгений Смирнов объясняет, что такое фокусировка, правильная экспозиция и баланс белого. Порой студенты к дисциплине относятся несерьезно, полагая, что телевидение приказало долго жить. Телевидение, как некоторые думают, что оно вот-вот умрет. Этого никогда не произойдет, потому что способы доставки телевизионной картинки, они просто расширяются, неограниченно. И мы сейчас видим, что в интернете можно смотреть практически все каналы телевизионные. Обыватели полагают, что редакция телеканала – это обязательно просторный офис с кабинетами и студией. РТВ Иваново располагается в небольшом помещении в жилом доме. Всего четыре кабинета, два из которых занимают корреспонденты. Отсматривают отснятый материал, пишут закадровый текст. В соседнем кабинете – режиссеры монтажа. Именно они решают, как будет выглядеть сюжет. Здесь же печатный текст превращается в звук. Экологический список формируют ежегодно, начиная с 2013 года, чтобы оценить деятельность властей по обеспечению благоприятной окружающей среды и высокого качества жизни для россиян. Наш город оказался в хвосте рейтинга. Итак, каждый день. Уже завтра сегодняшняя новость превратится в историю и уйдет в архив. Тележурналисты создают цифровую летопись современности. Фиксируют каждое значимое событие. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, Елена Белова, Мария Смирнова, Любовь Почерникова, Мария Попова, Анатолий Лодинов, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ, Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова